Пожалуйста, следующий вопрос. Да, меня зовут Патрик, я студент колледжа Сентиньелл. Мой вопрос. В исламе говорится, что Иисус Христос, мир ему, не сын Бога, тогда как все мы – дети Божьи и рождены от матери и отца, а он родился только от матери. Почему же он не сын Божий? Брат Патрик задал очень хороший вопрос и очень важный вопрос. Он сказал, почему в исламе Иисус, мир ему, не считается сыном Божьим, тогда как все мы – дети Божьи. И к тому же он родился от непорочной Марии, и поэтому все больше причин, что он должен быть сыном Божьим. Смотри, брат, если ты скажешь, что мы – дети Божьи, в этом смысле, у меня вообще нет проблем. Если ты понимаешь язык Библии, если ты скажешь, что мы – дети Божьи и Иисус – сын Божий, в этом контексте это значит, что он человек, который следует заповедям Бога. И все посланники Бога также были сыновьями Божьими. Но проблема, если кто-то говорит, что он не обычный сын, но порожденный сын. Потому что если вы прочитаете Библию, там говорится, что у Бога много сыновей. Адам был сыном Божьим, Дэвид был сыном Божьим, Ефрем был сыном Божьим, Израиль был сыном Божьим. Это упоминается в 8 главе послания к римлянам. «Ибо все, ведомые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Это означает, если ты следуешь заповедям Бога, ты – сын Божий. У меня нет проблем с этой фразой. Но сегодня эту фразу неправильно понимают. Например, если молодой человек спрашивает вопрос. Я говорю ему, «Сынок, это очень хороший вопрос». И он не будет возражать, потому что я пожилой. Но если я скажу «Мой порожденный сын», это означает, что я оскорбляю его. И, возможно, он ударит меня. Поэтому мы понимаем, что, используя фразу «сын Божий» в контексте того, что мы – дети Божьи, в этом нет проблем. Это контекст всех людей, которые следуют заповедям Бога. Их можно назвать сыновьями Божьими. В этом нет проблем. Но то, что говорят христиане – нет-нет-нет. Иисус – необычный сын, который можно понять из контекста. И они цитируют Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Правильно? Ты веришь, что Иисус – единородный Сын Бога? Да, я верю. Хорошо. Этот стих, который я процедировал, из Евангелия от Иоанна, глава 3, стих 16. Это из версии короля Джеймса. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Но когда вы читаете пересмотренную стандартную версию Библии, которая была отредактирована христианскими учеными высшей известности, поддержанная 50 различными христианскими конфессиями, они говорят, что слово «единородный» – это внедрение, выдумка, фабрикация и искажение. Кто это говорит? Не мусульмане и не индуисты, но христианские ученые высшей известности в пересмотренной стандартной версии Библии. Они говорят, что слово «единородный», то есть «порожденный» – это выдумка, это фабрикация, это искажение. И они исключили ее из Библии. Поэтому, если ты скажешь, что Иисус – Сын Божий, подобно Адаму, Ефрему и Израилю, нет проблем. Но момент, когда ты говоришь «единородный», я хочу задать тебе вопрос. Что означает «единородный»? Брат, что означает «порожденный»? Ты знаешь, это означает «животный акт». Это свойство размножения половым путем, присущее всем животным. И когда ты говоришь, что Он родился от Матери Марии, девственницы, на что ты намекаешь? И если ты говоришь, что Иисус, мир ему, это Бог или Сын Божий, потому что Он родился от Матери Марии, Коран дает нам ответ в Суре Амран в 59-м аяте. Воистину, Иисус, Иисус, перед Аллахом, подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему «Будь», и тот возник. Если вы говорите, что Иисус Христос – Бог, потому что у Него не было Отца, но только Мать, тогда Адам, мир ему, больше, чем Бог, ведь у Него нет ни Отца, ни Матери, по мнению Библии. Маша Аллах, ты хлопаешь. Мне это нравится. Поэтому, если ты говоришь, что Иисус – Бог, потому что у Него не было Отца, а только Мать, тогда Адам, мир ему, больше, чем Бог, ведь у Него ни Отца, ни Матери. Я Его никогда не называл Богом, но Он – Сын Божий. Хорошо. Тогда Адам больше, чем Сын Божий. Правильно или неправильно? По вашему определению, Адам мог быть Богом, потому что у Него нет ни Отца, ни Матери? Нет. Это не мое определение. Не мое определение. Но это определение христианских миссионеров. Но по моему определению, Он – посланник Бога, потому что Бог не может быть рожден. Я говорил это в моей речи. Он не родил и не был рожден. В тот момент, когда Он родился, Он – не Бог. Сын Божий означает благочестивый человек, и я согласен с этим. Это причина, по которой Аллах, Субхану Ху Тааля, в Коране, среди Своих девяносто девяти имен не включил имя «Отец» – «Абб». Почему? Это хороший атрибут. Но Аллах не упомянул «Абб» – «Отец», потому что люди начали иметь неправильное понимание слова «Отец». Поэтому Он использовал более сложное слово «Робб», но не использовал «Абб». Но логически оно подходит. Но Всемогущий Аллах, Субхану Ху Тааля, намеренно не использовал атрибут «Абб» в Коране, потому что люди могут неправильно понять. Поэтому на английском, когда говорится, что Иисус – Сын Божий, это означает «посланник», в этом я с тобой. Но момент, когда ты говоришь «Порожденный Сын», я возражаю. Поэтому, когда ты говоришь, что Иисус – посланник Бога, я говорю «Мир Ему» после Его имени. Так что я уважаю Иисуса Христа, «Мир Ему», больше, чем ты, брат Патрик. Когда я говорю Его имя, я должен сказать «Мир Ему». Если я не скажу этого, я не прав. Поэтому я люблю Иисуса Христа, «Мир Ему», больше, чем ты. И я следую за Его учениями больше, чем ты. Если ты хочешь, я могу доказать тебе это. Но это другой аргумент. Прошу прощения. Я говорю «Это другой аргумент» на следующий раз. Понял. Я приведу тебе несколько вещей. Иисус Христос, «Мир Ему», если прочитать Библию, Он был обрезан на восьмой день. Все мусульмане обрезаны, тогда как христиане нет. Поэтому, если ты говоришь, что христианин означает человек, который следует учениями Иисуса Христа, «Мир Ему», тогда я упомяну тебе несколько вещей. В книге Левит, глава 11, стихи 7 и 8. И это упоминается в книге Второзакония, глава 14, стих 8. «Вы не должны кушать свинину». И это упоминается в книге Исаии, 6 главе, стихи от 2 по 5. Мусульмане не едят свинину, а большая часть христиан едят. И также, если вы прочитаете послание к Ефесянам, глава 5, стих 18, и в книге Притчи, глава 20, стих 1, они говорят, что вы не должны употреблять алкоголь. Мусульмане в целом не употребляют алкоголь, а большинство христиан употребляют. Если ты говоришь, что христианин – это тот, кто следует учениям Иисуса Христа, «Мир Ему», то мы, мусульмане, большие христиане, чем сами христиане. Мы любим Его и уважаем Его. Если ты говоришь, что я люблю Иисуса, «Мир Ему», но не следуешь Его учениям, тогда твоя любовь – это ложь. Поэтому я, по воле Аллаха, люблю Иисуса, «Мир Ему» больше, чем большинство христиан, потому что я следую Его учениям и уважаю Его. И также Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих от 11 по 14, «Еще многое имею сказать вам, но теперь вы не можете вместить. Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину». В этом стихе Он говорил о приходе пророка Мухаммада, «Мир Ему». Поэтому Иисус, «Мир Ему» говорит, что вы должны уверовать в последнего и заключительного посланника пророка Мухаммада, «Мир Ему». Даже в то время Иисус, «Мир Ему» сказал следовать. Поэтому я верю в пророка Мухаммада. Ты веришь в пророка Мухаммада, как в посланника Бога? Да, я верю. Маша Аллах. Аплодисение. Аплодисение. Как. Аплодисение. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.